мы читаем книжку таинственный брак старца эмильяна толкование на главы о любви святого максима исповедник книжка переведена только на английский язык и мы ее на ходу пытаемся читать переводить на русский так что строго не судите если какие-то ляпы но стараемся смысл точно уловить и и передать понять читаем третью главу третья глава глава о наших противниках о врагах человека в духов в духовной брани духовной жизни и о двух врагах говорит старец эмильяна первый враг это наше самолюбие это наш внутренний враг и внешний враг это дина и и мы читаем 13 главку святого максима исповедника где говорится о том каким образом демоны воюют против души человека давайте ее прочитаем еще раз чтобы напомнить себе и затем тринадцатая демоны да это 74 страница демоны или сами искушают нас или вооружают против нас людей не боящихся господа искушают сами когда уединяемся от людей так искушаем был господь в пустыне искушают через людей когда обращаемся с людьми так паки искушали демоны господа через фарисеев но мы отразим и то и другое их ополчение если будем взирать на него как над образ данный нам помните прошлый раз мы читали что перевод немножко другой разница и видите в русском переводе сказано о том что мы будем взирать на него то есть на христа видимо имеется ввиду как он себя вел в этих ситуациях как он отражал нападение демона так и мы должны но стали цемилиан по-другому толкуете видимо в греческом языке там создается свобода для разного понимания этого места и он говорит что мы взираем именно на самих себя на свое состояние на то где мы находимся духовно на какой духовной на какой духовной ступеньки находимся мы ли с богом или с людьми и в соответствии с этим мы должны себя вести и отражать бороться с еще я ничего несколько чуть-чуть забежим чуть-чуть назад наши предыдущие и чтение мы с вами говорили о том что началось началось толкование этой главки с того что старец емельян говорил очень подробно о том как живя среди людей находясь среди людей мы постоянно в опасности и постоянно подвергаемся искушение через них через людей и говорил о том что как нужно иметь какой-то определенный настрой ума и подготовить себя каким-то определенным образом для того чтобы не терпеть вред от этих нападок и мы говорили о том что этот особый настрой ума в конце концов заключается именно в любви в исполнении заповеди любви в ближнем что любовь является защитой от вреда на нас помните как евангелие и христос говорит на вас ненавидят а вы отвечаете любовь вас проклинают вы благословляете вот эти вот это поистине такое чудо как о которых говорится чудеса от закона твоего что нам дана заповедь о любви мы думаем ой она трудная зачем ее исполнять вот зачем если ее не будем исполнять но мы просто не сможем духовно выжить и мы еще один момент был в предыдущем нашем чтении и так демоны нападают на нас когда мы живем среди людей то есть в основном мы испытываем трудности с другими людьми а на тех кто живет в уединении в пустыне демоны воюют непосредственно ну и к нам конечно тоже когда мы с вами становимся на молитву когда мы пытаемся молиться сосредоточить свой ум уединяемся тоже через помыслы демоны приступают и здесь речь шла о том что такое наедине что такое пребывать среди людей и что такое пребывать наедине и старец емельян объяснять что наедине здесь значит это как встреча двоих это не просто пребывать одному а это быть наедине с кем то есть наедине с богом и вот когда душа уединяется с богом таким образом тогда к ней приступает дьявол непосредственно и быть монахом или как мы говорим христианина то есть достигнуть в исполнении первой заповеди к богу первой заповеди любви к богу означает вот здесь я цитата означает что я оставляю всякую озабоченность я оставляю всякое развлечение так что кроме меня не бога все остальное просто перестает существовать вот кто поистине наедине остается с богом для того для кого весь мир вообще исчезает только он и бог и говорит о упразднении псалом 45 стих 11 упразднитесь и и разумеете бестил и нынглештан упразднитесь и разумеете яка а здесь бог то есть упразднитесь и смысле оставьте все ваши дела как праздность так мы говорим почему праздник праздник потому что мы не работаем в этот день мы оставляем все наши дела и посвящаем время богу богомыслию службе церковной приходим храм празднуем и вот эта праздность необходимо для того чтобы встретиться с богом интересный момент это когда читал я вспомнил вот схема это высший монашеский чин английский на греческой схеме этого нет а на русской схеме вот такими большими буквами вокруг написано цитата из послания апостола павла голова глава 6 стих 17 и звучит так прочие труды да никто же не дает по-русски звучит так впрочем никто не отягощая меня азбо язвы господа иисуса на теле моем нашу и вот эта схема раньше в древности она была совершенным отречением от мира совершенным оставлением всяких забор всяких трудов человек только уединялся от всех и оставался с богом и молился как силуан говорит схема эта молитва за весь мир и даже такой интересный момент был вот в житие там пахнуть и оборожского есть что когда он будучи священником он был иеромонахом и нес послушание служил в монастыре а когда принял схему перестал даже служить литургии то есть любое служение социальное которое связано с другими людьми а литургия это общее слушать оставлялась сейчас конечно такого нет ее даже с греками это именно такое русская традиция видимо штрих я когда с греком на с греками на афоне рассказывал мне очень удивлены были что такое отношение к схеме есть вот видите схема как образ такого упразднения совершенного упразднения стилнеса для того чтобы встретиться с богом но ведь интересно старец имелиан говорит что без такой практики упразднения уединение с богом прежде всего в молитве не может быть нереального опознания бога неистинного богословия эта практика и есть путь созерцания только когда она становится моей я могу по праву называть себя монахом он говорит о монашестве но в какой-то степени в какой-то степени это относится ко всем христианам потому что если мы пытаемся молиться если мы пытаемся предстать перед богом мы пытаемся упраздниться тоже мы пытаемся уединиться пускай это не получается может быть такой степени как там должен или как у монахов в лучшем случае но все-таки путь один и вот еще старец кого пишет что и только тогда на пути такого духовного уединения лукавый попытается сделать себя моим богом скрытно открыто через соблазни хитрости и страх любым способом сделать богом что это значит попытается сделать себя моим богом мы начинаем верить вот мы вместо того чтобы верить богу мы верим своим умыслом мы верим его речам у себя в уме и вот и так цель и внутреннего врага самолюбия и внешнего врага демона в духовной жизни они имеют одну цель отвратить от веры в истинного бога в идолопоклонство самолюбие из нашего эго помните читали да из нашего эго соделывают идола которому мы начинаем служить только мысь о себе все только для себя и все через призму нашего эго воспринимается искаженную реальность мы воспринимаем из-за вот этого служения своему идолу либо это служение миру или дьяволу даже вместо служения вместо веры бога и так то есть от любви к богу нас отвратить страстную любовь к себе и к миру любя мир мы служим его князю который соделывается нашим богом об этом христос говорит вы отца вашего дьявола есть и фарисе и похоти отца вашего хочет и творить то есть волю волю дьявола вы хотите делать иоанн 8 44 иными словами вместо отца небесного князь мира сего стал вашим богом и вы возлюбили мир вместо творца вот плоды веры в бога исполнение его воли и плоды дала поклонство исполнение своей воли и воли похоти дьявола вот это это была предыдущая главка которую я эти комментарии упустил немножко было там у нас так все скомкано и в прошлый раз мы с вами читали толкование на последнюю строчку 13 главки помните о там мы разбирали слово тип греческая когда буковки вы были несколько о том как наша душа формируется от впечатлений от ударов каких-то жизненных которые мы испытываем на протяжении нашей жизни имеется ввиду духовный и как формируются наша душа как как будто вот вырезают скульптуру или барельеф из чего-то какое-то событие случается и она оставляет отпечаток у нас души и оставляет часто на всю жизнь то есть вот об этом шла речь и о том что в духовной жизни эти удары они необходимы мы сейчас подробно не будем это в прошлый раз разбирали там такое чуть чуть сложновато но мы вроде разобрались если кому интересно там можно послушать но вот здесь интересно и важно он говорит что когда мы вот этот понимаем что имеется ввиду что имеет ввиду максим исповедник под словом пример что мы взираем то есть мы взираем на тип нашего если и вот он говорит давайте более близко рассмотрим какой тип мы с вами представляем духовный то есть какие переживания у нас есть какими переживаниями мы живем мы проживаем вот чем мы живем ежедневно и как мы сформированы этими всеми переживаниями вчера например я был немного огорчен потому что ты посмотрел на меня как-то грубо грубого дал мне знаете такой взгляд грубый позавчера я был обеспокоен или как ранен потому что обо мне ты обо мне забыл что за тип личности каким типом личности я являюсь вы не можете найти you can find 79 страница чуть чуть внизу let's consider и там клир ли клеве амсом чуть ниже то есть явно я кто-то я то есть я тип личности который не живет наедине с богом но которая проводит все мое время вовлеченным во взаимоотношения с другими человеческими существами мы живем вот другими людьми потому что они на нас вот этот эффект производят мы трогаемся нам и нам имеет значение как на нас посмотрели что нас подумали что про нас сказали и все это вводит нас какие-то переживания нам это очень важно и почему они нам так сказали и как это и как это да почему так и вот мы вот в этом всем варимся такая такой человек мы как мы будем наедине с боком такой человек наедине с богом не живет я живу как обычный смертный человек вот этот момент важный и затем он говорит что кто такой кто живет с богом это тот кто до интересная мысль ставится миллион в своих разных книгах упоминает о борьбе с богом как вот иаков боролся с богом и мы когда даже в главе про бдение мы когда пытаемся молиться на бдение на нашей молитве к богу мы как будто боремся с ним и не совсем понятно было что имеется ввиду что за борьба с богом а здесь очень ясно об этом говорится он говорит об этой борьбе как о борьбе в которой либо моё эго побеждает и бог проигрывает либо бог выигрывает и моё эго проигрывает и в этом случае мой проигрыш это мое соединение с богом то есть моё эго проиграла и я возношусь и соединяюсь с ним симптомы чего ну видите он говорит очень о таинственных вещах я я он говорит от от своего опыта во многом о том что мы рассматриваем только как теорию как теоретически мы практически может быть этого и не коснулись не дошли но если так по простому сказать то когда мы читали с вами о самолюбии вот этот наш взгляд на все когда мы сами являемся центром мироздания вот это то когда выигрывает наше эго она удерживает свои позиции и мы продолжаем являться вот наше я продолжает оставаться в центре мироздания для нас в центре нашего мира и когда наше эго проигрывает в центре нашего мира водворяется бог наконец-то он восседает на престоле и начинается царство божие то есть царем становится бог а не моё эго вот это вот вот это происходит примерно царство божие внутри вас есть когда она у нас есть и когда она у нас будет когда наконец-то воцаряется бог в нас они мы сами являемся башками своими целями в нашем мироздании вот это такие признаки наверное но он происходит происходит он говорит это на молитве происходит на молитве это борьба мы наше эго воюет с богом но мы как как бы воюем на стороне бог мы должны воевать на стороне бога против нашего потому что поражение нашего эго это наша победа и наше соединение с богом и так и заключение он говорит если кто-то внимательно наблюдает за собой какой тип он то есть хотя бы больше степени живет он среди людей в основном или все-таки он достиг в в это пребывание с богом и он делает подчеркивает что не обязательно это значит что кто-то должен сидеть в пустыне говорит можно ли находясь среди людей перебывать с богом он говорит конечно можно то есть это внутреннее состояние и говорит на что обращать внимание если я пытаюсь молиться и находиться наедине с богом то прежде всего я должен вооружаться против самолюбия через самолюбие враг будет нападать а если я живу с людьми то мне нужно обращать особое внимание на заповедь любви к ним то есть через любовь к людям я веду свою виду свою брать вот это где мы остановились прошлый раз и в следующий раз мы читаем десятую главку идет все не совсем по порядку я не знаю точно почему но здесь нарушается порядок мы читали восьмую потом тринадцатую сейчас возвращаемся к десятой но мы читаем как видимо старец и миллион некоторые главки пропускал или менял десятая главка начинаем новую если одних ненавидишь а других не любишь не ненавидишь иных любишь но посредственно а некоторых весьма любишь то есть его неравенство познай что ты далек еще от совершенной любви которая внушает любить всякого человека правда мы недавно читали до евангелие это воскресенье как раз говорите на пробуйте когда христос говорит будьте совершенны как отец ваш небесный совершен есть который сияет свое солнце и свои благодеяния и на злых и на долг вот в такую любовь мы должны прийти и читаем толкование старца и миллион ощущение полагания здесь означает что за определенной объективной категории в основании какой-то определенной идеи я устанавливаю основание и приготавливаю себя устанавливают цель или устав который тут немножко я прошу прощения запутано но я сейчас объясню что который не выпадает из более широкого контекста или цели я сам вот так трудно понять да что тут как это перевести я в русском когда переведут они хорошо разберутся там люди ученые но речь идет о сверхзадаче да то есть когда поставляется какая-то сверх задача тогда все что мы делаем мы делаем в в канве этой сверхзадачи все мы делаем разные какие-то действия производит но каждое из этих действий и направлено к одной цели вот это понятие сверхзадачи она в кино есть в искусстве музыкальном произведении есть какая-то литературе пишется какое-то произведение писатель ставит сверхзадачу какую-то одну идею и потом все события в этом литературном произведении они ведут к этой идее раскрывают эту идею более широко вот я думаю здесь об этом в этом случае совершенная любовь имеет свою целью что ты должен любить всех равно вот это сверхзадачи что бы мы не делали как бы мы не пытались свои взаимоотношения с ближними строить исполнять заповеди мы не должны терять из вида вот эту сверхзадачу чтобы никакое наше действие само по себе не было а чтобы все работало вот в этом направлении и также это служит для того чтобы подвигнуть и вдохновить людей чтобы вести их и направлять потому что именно это то что значит дать кому-то или иметь цель или назначение предназначение предназначение то есть в этом является смысл для того чтобы стяжание такой любви таким образом совершенная любовь вдохновляет вас поощряет и призывает она ведет вас в такое место где вы можете любить всех равно потому что совершенная любовь 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 то есть так как любит бог и это относится к вашим взаимоотношениям с другими людьми то есть с нашей стороны должна быть к другим любовь если вы только знали как часто я слышу так как священник жалобы и люди очень расстроены и это очень сильно их выводит из состояния равновесия из мирного строения фактически они чувствуют себя несчастным потому что их не любят вот это это знакомо да да хорошо видите тоже тоже правильно и так это относится к нашим взаимоотношениям с другими ну вот о кто-то тоже вопросы если сейчас ухты там целых три у нас целых три вопроса может так вопросы чуть-чуть такие а может ли медитация быть молитвой так и это сейчас мы попробуем ответить зачем тогда у нас заложено чувство любви если мы должны любить значит мы тоже должны видеть и чувствовать любовь медитация и молитва сейчас не будем в это углубляться в двух словах скажем что молитва это все-таки общение одной личности с другой а медитация это насколько я знаю такая психофизическая техника который человек занимается исключительно наедине с самим собой зачем у нас заложено чувство любви чувство любви в нас заложено для того чтобы мы любили зачем за нас для того чтобы мир бог есть сам любовь и мы созданы по образу божьему и один одно из вот этих вот качеств образа божьего есть любовь и в нас это заложено но к сожалению видите принимая во внимание всю вот эту вот историю человека что его падение его повреждение его природы и помните как мы с вами говорили что одно из сам одно из отличительных черт основных черт повреждения это именно самолюбие вот эта любовь которая заложена в нас для того чтобы любить бога и для того чтобы любить ближнего превратилась извратилась в любовь к себе и наша задача сейчас о чем вот это все евангелие о чем вот эти все книжки о чем вся духовная жизнь двух словах о том чтобы исцелиться и опять от самих себя отвергнутся отвратить ум от отвернуть он от самих себя и повернуть и ближнему и повернуть к боку а любовь она конечно есть она она за заложено и третий вопрос сейчас секунду если мы должны любить значит мы дал тоже должны видеть и чувствовать любовь да действительно мы должны но в силу того что мы находимся здесь на поле боя мы находимся на войне где нас пытаются война это такое где идет брань не на жизнь а на смерть поэтому к сожалению мы окружены людьми которые также поражены своей природе и которые также любят себя и вот к этим всем разъединенным душа к этому человечеству пришел христос и говорит обратитесь от этого своего самолюбия от этой разъединенности и начать начните сначала любить друг друга но каждый должен начать себя и заповедь дается ты начни любить а будут ли тебя любить в ответ ответ скорее нет потому что мало вообще кто начинает этот путь исцеление и мало вообще кто глубоко так начинает заглядывать и вести эту брань на таком глубоком уровне но именно к этому призывает евангелие именно об этом заповедь вас ненавидят а вы любите вас проклинают а вы благословляете если вы любите тех кто только вас любит какая вам награда язычники то горят какие вы христиане это пустое наименование а вот вы любите врагов ваш и тогда вы будете христианами тогда вы научитесь что такое совершенная любовь и тогда вы начнете исцеляться поэтому до царстве небесном кто сподобится туда попасть действительно будет взаимная любовь и все душа будет любить все и все будут любить ее в ответ здесь мы не в царстве царстве небесного внутри нас до которому только что говорили попадает тот кто сам начинает любить по крайней мере он начинает действовать как будто он находится в царстве небесном но находясь в этом мире как христос сказал меня гнали и вас будут меня преследовали и вас будут и так и было все апостолы всех апостолов распяли они достигли в эту любовь святые достигали в любовь а мир за это их пригваждал к кресту и убивал или там на части расчленил и сжигал на кострах за любовь вот к чему нам здесь в этом мире к сожалению надо быть готовым но ничего страшного смысле мы то мы живем не этим миром у нас вообще цель не здесь у нас цель за пределами этого мира наше отечество там поэтому пу и путь туда лежит через вот такую любовь еще один вопрос сейчас значит значит нужно себя полюбить чтобы отдать эту любовь другому наверное не были раньше да не посещали видите себя мы говорили с вами о естественной любви к себе себя мы и так любим нам не нужно себя полюбить любовь к себе естественно вложена в нас естественным законом бога мы когда на простых примерах говорили уже помните я повторю вкратце когда мы голодные мы себя кормим у нас первоочередная задача себя накормить когда нам холодно мы одеваем что-нибудь потеплее правильно если дождь идет мы ищем укрытие или снег вот это естественная любовь и вот так мы себя любим но христова любовь заключается в том чтобы приоритетом для нас стал не я а приоритетом для нас стал ближний если я голоден и рядом со мной голоден кто-то еще но сначала я не себя кормлю а сначала я отдаю ближним я забочусь о нем так как будто он это я то есть любить как самого себя вот это и значит это это и значит любить как самого себя то есть отдавать ему приоритет поэтому заботиться о том чтобы любить себя нам не надо мы к сожалению из и даже из естественной любви как мы говорили не спали впротивоестественно когда мы не просто себя заботимся о своем теле а мы его услаждаем мы не кушаем потому что нам нужно поддержать силы а мы кушаем ради удовольствия и кушаем без меры животные не объедаются как правило большинстве своем и человек не может остановиться потому что ему очень вкусно когда вот это чревоугодие и так другие страсти вот страсти и то есть наше противоестественное состояние поэтому позаботимся о том чтобы любить ближнего а себя достаточно люди и так это имеет отношение к нашим взаимоотношениям с другими но что насчет того что они делают по отношению к нам какое зло могут другие люди или демоны причинить нам ответ дается следующий главе то есть это 10 было очень кратенькая напоминание нам о совершенной любви о том что вот почему до враги человеку домашний почему сказано если не возненавидит человек до отца и матерь и там свой не может быть мой ученик не в смысле что кого-то там возненавидит не в этом смысл а в том что он вот возненавидит эту свою эгоистичную любовь что вот в семье почему семью мою нашу любим да потому что она вот моя остальных я уже так не люблю вот это является препятствием на пути божественной любви на пути любви христова препятствием в исполнении евангелия то есть должна произойти какая-то такое переоценка ценности человеку невозможно богу все возможно да в евангелии сказано вот в боге это по благодати возможно дает если в это было невозможно христос бы не говорил это ничего в евангелии не сказано невозможного зачем вы бог давал какую-то заповедь которую невозможно исполнить это абсурд если он дает заповедь значит это возможно как это возможно другой вопрос может быть в нашем и дни в нашем понимании что как мы это думаем а каким-то образом но по крайней мере нам надо этого искать да мы не знаем и как маленькие слепые котят в этом духовном мире вообще ничего и чем меньше понимаем чем и больше признает что мы меньше понимаем тем у нас больше шансов к чему-то приблизиться и что-то понять круг любви вы насколько мой персональный ой я не знаю я да я я тоже конечно человек страстный и не кто-то больше нравится кто-то меньше естественно но по крайней мере видите вот эту сверх задачу я стараюсь сохранить луне и и я вот других другим говорю и естественно сам стараюсь и я у спитых отцов это почерпнул что путь к этому именно вот христос он про он показывает вот конкретно просто нужно вот это увидеть именно заключается путь к этой любви в том чтобы особое внимание уделять тем случаям и тем людям которым у нас вот нет симпатии в котором у нас вот раз какая-то противление и какая-то брать да вот если мы начинаем работать в этом направлении и стараться пускай даже через силу пускай даже притворно потому что как еще и конечно притворно а и по-другому и не может если христос как еще заповеди исправлять если у нас внутри христианина нет если у нас внутри язычник а умом мы хотим стать христианами христос говорит делайте заповедь поступайте как христиане и вы изменитесь внутри то есть то есть другими словами притворяйтесь но притворяйтесь не лицемер не как парисеи из лицемерия что себя как бы своих личных своих личных интересов из своей выгоды до притворяться а притворяться из божественной выгоды притворяться ради заповеди христова что значит когда христос говорит плачьте с плачущими и радуйтесь и с радующими что это значит я вижу плачущего а мне может весело чего это я должен мне нужно притвориться мне нужно себя поставить на второе место и ближнего на первое и вместе с ним пойти в его настроение в его состоянии разделить с ним его горе или его радость конечно притворство ничего в этом нет такого и вот это вот этот путь особого внимания уделять особое внимание ну так сказать врагам я не знаю у кого какие враги по крайней мере людям которым нас расположение или симпатия да ладно мы их и так будем любить у нас и так все хорошо а я же понимаю что это притворство и я не могу может быть это чистой душой принять понимаете потому что знаю это не ваша забота как человек с какой душой примет это его проблемы вот вы если он голодный а вы не хотите ему давать еды а он умирает с голоду а вы взяли и несмотря на то что вы не хотите вы себя пересилили притворили что вы хотите и дали ему и он покушал у его дела вообще вы там дали ему так ли так вы ему сотворили доброе дело вот заповедь это добро деть то есть это делание добра а с каким мы его делаем расположением естественно желательно делать от всей души и честь но иногда это невозможно и через просто через действие через делание мы изменяем себя внутри вот это чудо происходит то есть знаете какой маленьким детям и у нас москве были там знакомы они такие дети богатая семья и не такие знаете там это то что такие капризные ногами топчут и один старец посоветовал возьмите этих детей вот них игрушки все которые вот они разбрасывают соберите и сделать съездите в детский дом к тем детям у которых вообще родителями и игрушки там ограничены и вообще жизнь там суровая и чтобы эти дети своими руками эти игрушки отдали другим детям вот этот опыт да они может и не соображают ничего но когда мы делаем нечто такое божественное делаем какую-то добродетели это меняет нас внутри из таки из нашего неправильного состояния правильно мы сами исцеляемся через это прежде всего поэтому конечно в начале мы должны сделать это усилие пока у нас внутри ничего нет ни любви нет ничего но мы ищем это ищите христос говорит делайте заповеди и так какой мы есть у нас все время мы начнем только чуть-чуть потому что следующая очень интересная глава и следующая будет длинная и мы возвращаемся к таким внутренним вопросом о природе души и о страстях которые мы затрагивали в самом начале книги там о желании гневе я таких вещах и так еще раз какой вид зла могут другие люди или демоны причинить вам ответ следующей главе так читаем главу 12 по божьему попущению искушающие нас то есть те кто искушает либо демоны либо либо через людей дали бы как как бы это не происходило или разгорячают вожделевательную силу души или возмущают раздражительную или омрачают мыслительную или подвергают тело страдания или отымают телесные потребности 5 разных видов до упоминается воздействуют на силы души на 3 помните три силы желательная вожделевательная раздражительная наш гнев или наш разум наша разумная часть души помрачается это что касается души либо что касается тела они подвергают могут подвергнуть тело страданиям или отнимают телесные потребности то что нам что-то у нас забирается вот это главка сейчас будем начнем ее читать но мы не закончим конечно только в этой главе святой максим представляет нашему вниманию две вещи первое это трех частное устроение человеческой души которая состоит из желания гнева и разума и человеческая души человеческого тела он не описывает человеческую личность как персону как какой-то сущность или объект субъект но более он рассматривает человека в перспективе его уязвимости что значит рассматривает его с точки зрения страстей которые мы имеем который по которым мы действуем и от которых мы страдаем претерпеваем страдать фраза с божьим попущение относятся к вещам которые попускаются с нами случится всевидением божьим и божьим долготерпением то есть ничто что с нами происходит никакое зло даже которое мы претерпеваем без божьего ведома не происходит с божьим попущение они либо пробуждают похоти в нашей душе это был максим исповедник и старец объясняет что означает провоцировать подстрекать или возбуждать нашу способность желать наше желание ведь это петь прежде всего первое как ведется брать наш что нацеливается наш враг это на наше желание или возбуждать наш гнев так что мы теряем чувство умеренности в наших суждениях и в наших чувствах теряем наш внутренний мир и погружаемся в состояние волнения или потемняют наш разум что значит смуть 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 смутить нас мы приходим в смущение беспорядок нашу способность ясно мыслить так что наши умы как бы ослепляются притупляются извращаются и начинают видеть черное как белое и белое как черное я думаю достаточно мы сегодня так много потому что дальше все сейчас будет подробно идти речь о каждом из этих о каждой части то есть будет подробно рассказано как происходит это искушение через желание как действует желание как действует гнев и как действует разум из-за тема телесного но мы помните об этом мы говорили в самом начале когда речь шла о молитве что почему мы не можем с вами молиться без развлечения почему мы не можем любить бога из-за действия вот этих страстей из-за того что мы либо желание либо гнев либо злопамятность либо печаль вот эти все мы об этом будет только немного с другого с другого ракурса я думаю хватит на сегодня час прошел если вопросы какие-то можно спрашивать там может в зуме какие-то вопросы пишите или говорите вот есть вопрос посмотрим когда вы говорите действует через людей кто действует через людей демоны действуют через людей демоны действует через людей и в прошлый раз мы говорили через каких людей он говорит через тех людей которые не имеют страха господа и мы говорили что не только демоны действуют через людей против нас но и когда мы с вами теряем страх божий через нас к сожалению демоны действуют против других и мы можем кого-то оскорбить и мы можем на кого-то не так посмотреть и где наша любовь тогда забыли мы храме забыть то есть нам нужно необходимо прежде всего иметь страх божий и позаботиться о том чтобы самим не являться инструментом в руках врага до против других поэтому любовь поэтому обходительность доброта терпение себе и оставить на второе место сибирь а ближнего приоритет когда появляется человек в другой поле нашего зрения все он автоматически становится нашим ближним неважно кто это на самом деле он ближний или дальний по крови по дружбе он ты идешь рядом с тобой кто-то появился в данный момент это твой ближний такой же важный как вот твой ребенок или твой муж серьезно вот если ему что-то надо и ты ему не дашь если у тебя есть до нечто и он попросит а ты ему отказываешь где здесь любовь как раз и проще если проще надо давать значит ну вот вот это вот я как раз только что про это стал думать вот этот отец чуть поближе можно выбрать кого-то не от того чтобы направить его в нужную сторону и вот это вот есть до другими словами другими словами вот что если я правильно понял другими словами то что вы сейчас сказали как их любить вы говорите именно от той любви которую мы питаем к себе то есть это до любовь которая проходит через самолюбие вот мы думаем что это любовь а любовь она не такая любовь это не эмоции любовь это не чувство любовь это духовное состояние любовь это действие которое ты предпринимаешь для пользы ближнего и как отец иногда это ремня дать иногда это толкнуть так сильно что человек улетит там например если машина едет для кого-то будет ты его толкать где любовь от его так толкнул он может там стену влетел руку себе может сломать даже да но он избегнул худшего до к примеру вот любовь это действие по для пользы ближнего и ставя себя на второе место а мы привыкли что любовь это эмоции это какая-то значит какая-то чувственность какое-то что-то такое то то что мы фактически любим мы почему ближних любим мы говорили с вами да почему мы любим ближних как правило я не говорю что это всегда но как правило мы любим себя на ребенка почему ты любишь потому что он конечно вот то есть вот этот элемент моего я в этой любви вот что для нас любовь а тех почему мы не любим то потому что какое отношение ко мне они никакого отношения имеют поэтому никакой любви к ним нет вот обед это вот это любовь вот этого падшего нашего естества и вот эту любовь христос и пришел исцелить и пытается нас изменить помоги нам господи видите какие интересные вещи есть а я как говорю это что все про любовь евангелие книжка про любовь только ведь и не такая любовь как привыкли романы там почему романы читать а потому но потому что любовь вот действительно в человек человеке заложено вот это стремление и любить и быть любимым но к сожалению ведь как почему разбиваются сердца и все такое происходит в юности человек думает представлять себе что такое любовь а потом разбитые сердца слезы и все это через это все проходит но потому что реальность она к сожалению совершенно другая она это реальность а реальность я говорю не о реальности этого физического мира я говорю о реальности состояния вообще наших душ и наших ближних и тех кого влюбился и полюбил ты фактически влюбляются в юности какой-то образ который сами себе рисует а потом встречают реально чудовище с которым там ничего себе ты изменился он не изменил все он таким и было вот помоги нам господи вот вот эту любовь вот эту любовь как бы иллюзию вот эту иллюзорно это это нечто вымышленное и это то что именно питается вот корнями сидит в нашем эго вот это наше падшее состояние вот от этого нам надо отвергнуть себя следовать за христом и научиться любить да это может быть не такая любовь что ты там будешь в каких-то там чувствах особых там какому-то нищему который встретишь так ним испытывать не в этом смысл смысл в том чтобы действовать по заповеди и тогда человек вкусит благодать божью это сто процентов иначе просто не бывает потому что через это действие ты как христос сказал исполняя мои заповеди того тот возлюблен будет отцом и и я его возлюблю и приду и явлюсь и ему сам вот вот оно обещание это обещание не приложен хорошо отец олег говорит да вот и есть место крепких победе горит за они пошли радуясь пошли при что при что удостоились принять скорбь за заповедь за за имя христов ангелы хранителя всем а а а а а а а